Так, мы в Лаосе, в Вьет-Янг, на рынке. Тут на рынке полно всяких тканей, ниток, бисера. Тут недалеко от автобусной станции рыночек. Самая популярная уличная еда. Какая же? Об этом расскажу чуть позже. На самом деле очень много свинины, просто на каждом углу свинина. Но есть кое-что еще более популярное. Тут куча тканей, красивые саронги, даже уборщицы в очень красивых саронгах подметают улицы. И вот основной уличный фастфуд. Батон с начинкой из зелени и свинины. Ну, свинину можно, естественно, попросить убрать. Вот французы тут были, постарались. Из достопримечательностей города, а их очень немного, вот такая арка в центре. За ней расположен парк. Это все посреди дороги. Там здесь вокруг муниципалитеты всякие. О, подарка весьма, весьма красиво. Особенно с подсветочкой. И в конце парка еще один фонтан. В темноте уже. Вот сзади арочка возвышается. А здесь расположен бубен всемирного мира. World peace gone. Может, если по нему стукнуть, в мире прекратятся войны. Еще один фонтан вдоль улицы. Что делать во Вьет-Янге вечером? Да и, впрочем, как в любой другой азиатской стране, где темнеет в 6-7 часов. Правильно. Идти на ночной рынок. Место, где можно прочувствовать культуру. Не обязательно что-то покупать. Просто посмотреть, чем занимаются местные, что покупают. И так далее. Вот один из ночных рынков вдоль берега Меконга. Рынок, на самом деле, огромный. Но вместе с тем он настолько же бесполезный. Что в основном тут представлены изделия китайского ремесла. А именно всякая ширпотребная одежда. Обувь, сумки, аксессуары. Аксессуары для телефонов. Трудно перечислить. Всякое, всячное. Мы на Морнин Маркет. Утренний рынок на... Все там же. Вот это, на самом деле, рай для девочек. Тут всякие ткани, нитки, саронги. Нет, напротив вокзала. Прямо напротив вокзала. Работает до... С 10 до 5, по-моему. Ну, с 10 утра до 5 вечера. В Лаосе, в отличие от Таиланда и Малайзии, почему-то очень много техники. То есть, если там технику проблематично найти, то здесь просто на каждом углу, на каждом рынке. И движение тут правостороннее, как в большей части мира. Хотя страна раньше была одной вместе с Таиландом. А до этого ее оккупировали французы. И как они умудрились поменять сторону движения, не очень понятно. И тут на рынке почета очень много диджейских пультов, акустики. Ну, явно больше, чем нужно городу. И в Азии популярно вот такой тип машин. Мы приехали на набережную реки Меконг, чтобы полюбоваться закатом. Вот такой тут замечательный закат. Вот здесь еще одна достопримечательность. Памятник... Уже не помню кому. В парке вдоль набережной. Добавляем... Субтитры субтитры... Субтитры создавал DimaTorzok